Привет YouTube! Сейчас перед вами второстепенные герои этого видео. Это просто те предметы, которые я использовал для того, чтобы сделать то, для чего это видео снимается. Снимается это видео о ноже Zero Tolerance модель 350. Сейчас он находится в таком состоянии. В таком состоянии находится по этой причине, что мне не очень понравился ассист, который в этом ноже. Я решил его извлечь. Попробовать как этот нож будет без ассиста работать. Вроде как опыт такой у людей есть. Я в нем читал, смотрел даже видео. Если найду, скину ссылку в описании. Собственно никаких преград вроде как, на первый взгляд, не должно встать на этом пути. Расскажу немножко почему хотел бы убрать отсюда ассист и вообще какие-то параллельные мысли по поводу того, насколько оправдана установка ассиста ножи фирмы Керша. У меня есть несколько ножей с ассистом, помимо вот этого 350. Ну немного. Вот их три штуки у меня. Один тоже от Керша. Дремор. Отличный нож. Ему, мне кажется, идет этот ассист. То есть нож очень гармоничный с этим своим ассистом. Вот. Второй нож это ЦРКТ Columbia River Knife & Tools. Хисатсу большой. Тут тоже, мне кажется, без вопросов вообще. То есть этот нож, этот ассист, его рукоять, все это рассчитано под использование, как мне кажется, в перчатках. И тут этот ассист тоже очень даже к месту. Ребенок дает о себе знать. И маленькая версия того же ножа. Отдельно хотел бы показать Сирейтер от Тома Вефа. Как мне кажется, это тут из того, что я видел Сирейтер, мне кажется, это наиболее оправданная форма. Очень мне нравится. Это Сирейтер. И отдельно мне очень нравится этот нож. Вот в нем, в нем, я уже подумываю тоже о том, чтобы снять ассист. Не знаю, как в нем, я еще не разбирался. В Большом Тома это делается очень просто. Здесь просто откручивается один винтик. Это прямо даже в инструкции прописано. Ассист отключается. Возвращаясь к вот этому ножу, мне кажется, ему ассист ни к чему вообще. То есть, ну не знаю. Мое личное мнение. Кроме того, я хочу, чтобы посмотрели, насколько использование этого ассиста... То есть, ассист не такой простой, как у CRKT. CRKT это очень простая конструкция. CRKT это очень сложная конструкция. Она подразумевает вот такие вещи. Да, то есть, огромные такие фигурные пропилы и на G10. И на стальном лайнере. И что самое обидное, подразумевает еще вот такой пропил. Вот такой пропил. И из-за наличия этого пропила шайбочка с этой стороны используется вот такого размера. Вот с второй стороны используется такая шайба, просто чтобы понимали размер. Я не знаю, чтобы показать такое для масштаба. Ну вот тот же T-Nations, которым я большую шайбочку поддевал. Посмотрите. Все, наверное, представляют размер T-Nations, размер его шайбы. То есть, это даже не вот это. Еще больше. Вот. И такой мощный мощный очень нож имеет с одной стороны вот такую вот достаточно странную шайбу. Из-за того, что здесь ассист. В этой связи, мне кажется, что если бы парадоксальная ситуация, мне кажется, что если бы Кершу выпустили подобный нож без ассиста, даже если бы он стоил чуть дороже, я бы его купил. При том, что они тратят дополнительные деньги явно на то, чтобы сносить его этим ассистом. Вот такие вот мысли по поводу вообще целесообразности этих ассистов. И следующее. Сейчас какое-то время я сейчас тут чуть-чуть все это почищу. Полирую шайбы, наверное. Соберу все обратно и посмотрим, как будет все это работать без ассиста. Хочу еще раз показать комичный размер этой шайбы. Вот уже в масштабе самого ножа. Давайте теперь посмотрим, что получилось. На заднем фоне будет мультик про лунтика. Вот. Получилось вот что. Теперь нож абсолютно не изменился внешне. Но теперь можно сделать вот так. Что раньше было по понятным причинам делать нельзя. Это очень происходит плавно. Несмотря на вот эту крошечную шайбу, все это очень мягко, плавно. Можно делать теперь... О! На камеру не очень все это удобно. Можно делать теперь вот так. Можно делать теперь... не совсем так. И так тоже. Но вообще вот так как-то. Вообще все происходит проще. Я держу второй рукой телефон. Не очень удобно все это делать. Этот нож я достал еще два ножика для того, чтобы сказать, что этот нож не так легко флиппует, как даже вот такой вот китаец Инрон. Достаточно трешовый нож на самом деле. Несмотря на... Он хорош как игрушка. Вот... флипует он здорово. Особенно я чуть-чуть там тоже пополировал шайбу ему там аккуратненько все везде смазал. Он прям стал великолепно вылетать. Вот. И казалось бы, вот этот нож флипует гораздо хуже. Заметно даже, Наверное, со стороны. Но суть в том, что здесь, на Инроне, вот так вот за шпенек его открыть практически невозможно, только вот если тут добавить. Все дело в том, что вот тут шарик, который удерживает клинок в закрытом положении. Сейчас, не знаю, 20 целевая козынь. в общем, он чрезвычайно сильно его там удерживает. То есть, сдвинуть его просто так пальцем не представляется возможно. Из-за этого приходится на флиппер подавать усилие существенное. когда вот усилие по правилу рычага превосходит сопротивление шарика, тогда нож вылетает прям как как заведенный. Сейчас опять перестал получаться у меня. Ну, в общем, поверьте мне, он вылетает очень здорово. Скорее по эргономике, как это ни странно, вот этот нож без ассиста похож вот на этот нож. Бак. И очень похожие ощущения и при медленном открывании, и при быстром открывании. Этот нож ощущается как какая-то такая отожравшаяся стероидная копия. я результатом доволен. Я этот нож еще потаскаю, посмотрю, что-то как. Может быть, какие-то дополнительные мысли появятся. если кому-то дополнительно интересно, как он режет, об этом много снято видео, режет он не супер, у него очень толстое, сведение. Сейчас надо сцепить. Как-то показать. Дьявольски толстое сведение в районе рекурве. А вот здесь сведение потоньше. Вот этим местом он режет очень даже ничего. отдельно вчера попробовал ну такой хомячковый хард-юз. У меня был кусок рыбы замороженной. Мне надо было, чтобы она уместилась в пароварку и раздолбать его пополам. Я вот этот нож просто вот так схватил. Он с этим великолепно обратно хватает. И начал в этот замороженную рыбу втыкать. Знаете, я был в нем уверен в этот момент. То есть нож оставляет впечатление, что такая задача ему по силам. Ну и он с ней справился. Рыбу мы с ним раздолбали. Кстати, вот интересно в мануальном варианте вот эта выемка на клинке она каким-то дополнительным смыслом обрастает. То есть и палец и этот ложится сюда и этот сюда ложится. Очень очень мне нравится теперь этот нож. Гораздо больше он мне нравится именно вот так. Так что если кто-то из обладателей подумывает сделать что-то подобное рекомендую прям по всей душе. Спасибо вам за просмотр. Пока. В доклонку хотел еще в помощи всем кто будет подобную операцию проводить поделиться что все что касается центрирования клинка регулируется затяжка вот этого винта. Ну то есть когда попробуете поймете может пока можете просто поверить.